Павла Валентиновича Вот, соответственно, мне очень интересно, чтобы вы друг другу в глаза посмотрели То жилье, которое мы приватизировали, органы власти должны нам передать его безвозмездно Должно быть отремонтировано и приведено в надлежащее состояние Значит, на самом деле, ну, я скажу, почему я не плачу Этого сделано не было Органы власти не исполнили требования закона и не передали жителям Российской Федерации Жилье, соответствующее нормативным ремонтом, потому что в 1991-м кто-то пообещал, что будет в мире счастье Значит, коллеги, мы все с вами все-таки живем в нашей одной стране, считаем Я надеюсь, здесь все ответственные люди считают себя гражданами России Даже если у них есть квартира в Португалии И все-таки мы ведем порядочный образ жизни И мы соблюдаем наши законы Вот сегодня мы все здесь приходим в бар Кто-то заказал пиво, кто-то кофе, кто-то чай Скажите, кто из вас, поднимите руки, кто сегодня будет платить? Поднимите, поднимите руки, кто будет сегодня платить? Нет, нужно не так задавать вопрос Кто сегодня собирается не оплатить? Да, да, да В этом заведении поднимайте руки Сколько? Сколько? Смотрите, Дмитрий Кубанский, Арина Лаури Кто у нас еще? Вы что-нибудь заказывали? А, нет Ну, я вижу, что руки чуть меньше, чем было предыдущих голосований Спасибо Раз, раз Значит, коллеги, это означает то, что все-таки мы понимаем, что любое наше право – это и наша ответственность В этой части это коммунизм Спасибо Здесь, вот то, что Павел Рентинович сказал о том, что граждане подают иски суды, и суды выиграют Согласен Но, кто платит теперь за это? Государство, все, как и во всем, естественно, в лице партии власти Оно все перекинуло на муниципалитеты Вы представляете, что сейчас город Ярославль по судебным искам за капремонты уже должен порядки миллиардов? 8% Ну, в любом случае, это не те проценты, которые сейчас можно было бы получить за эти деньги Значит, коллеги, здесь действительно, вот Людмила правильно поставила вопрос Мы признаем, по крайней мере, то, что мы сейчас все вместе, депутаты, влезли, ну, год прошел Мы поинтересовались, ну, как сказать, поинтересовались Люди стали звонить и говорят, у нас крыша текла Влезли в эту ситуацию, понимаем, что действительно не справились Не справилось, в первую очередь, это руководство фонда Потому что заняло неправильную стратегию управления, в принципе, этим процессом Хотели, как лучше, получилось, сами знаете, видите как Хотели, как лучше, потому что у нас 20 тысяч домов Хотели в первый же год программы зайти в максимальное количество домов Чтобы показать, вот, смотрите, фонд появился, программа заработала Значит, мы выбрали больше тысячи объектов ремонта Первый год, только что сформировали, что называется, команду Только еще 8 раз каждые два месяца мы меняем какие-то изменения Федералы вносят, и мы вносим в законодательство И в этот момент они пытаются отремонтировать Водительской коррупции признаки состава преступления усмотрела Доследственная проверка проводится по факту размещения денег Под 4,5% годовых Поэтому я думаю, что этот вопрос завершится благополучно для жителей И неблагополучно для людей, которые эти вопросы решали Про эффективность, вот Павел тут не сказал Он же агитировал за то, что это А на самом деле, оказывается, в очередной раз фонд неэффективен Потому что там работают не специалисты Хотя на самом деле, они работают там очень давно достаточно В сфере ЖКХ И контролируют, он задумал сказать Что фонд-то контролирует как раз правительство области Которое управляет Он про это забыл опять сказать То есть второй раз уже Первый раз не исполнили обязанность по ремонту жилья Второй раз обделались, извините меня Опять ничего не смогли сделать Ну и что, а вам придется потерпеть, ребята, без крыш, без всего Ну это прекрасная на самом деле позиция Но это говорит как раз еще о том, что государство, как правило, это неэффективно Спасибо Спасибо большое, аплодисменты Хочу вам сказать следующее Что вообще платить или не платить, тема не раскрывается сегодня Не будет раскрыта, потому что наличие закона И вот сама фраза, заголовок сегодняшнего шоу Не является предметом дискуссии Все уже, баста, карахузики Мы должны платить просто без вариантов Единственное, что хочется заметить Поле информационное, политическое Которое вокруг капремонта Вверх закрутится Связано с тем, что действительно у нас власти Презумпция виновности присутствует Все, что партия власти делает И хорошего Пусть даже и не заслуги Единой России Везде флаги присутствуют Площадки открываем, спортивные Не важно, что народные киевы Ладно, Басырьян точно века запросит Эти материалы, получит Потом доведет Нет, ну то, что уволен, да Значит, да, он остался работой кольдом Передает еще дела Но формально с директором все он уже снял Алексей правильно задал вопрос Алексей, я тоже юрист Просто несогласие с законом не означает Что можно спокойно его не исполнять Ну, наверное, можно, но последуют санкции Поэтому здесь в этом плане Рома сейчас сказал, что если вдруг он станет директором То он вас точно заставит платить Как охранник этого заведения Сегодня, когда вы выйдете и не заплатите Слушайте, прям вы так за заведение родите Ну, что действительно Я с Романом Юрьевичем согласен Что и в чем была в том числе Стратегическая ошибка фонда Что руководство отнеслось К фонду во многом Как такой бухгалтерской задачей В самом начале становления Я просто много раз видел отчеты Товарищи, которые приходили к нам в дом И докладывали И для них, ну, показатель собираемости платежей Они-то думали, видимо, как доверие В принципе к закону Он вот самый большой у нас чуть ли не в России И сейчас они не понимают Говорят, вы нас всех обругали Значит, из-за того, что у нас там три подрядчики Не справляются И всего-то из 500 объектов Только в 15 у нас проблемы Значит, это где текут крыши Вы нас всех уволили Обругали А нам со всей страны сейчас звонят Наши коллеги Говорят, как так? У нас-то вообще не работает Никакой закон Ничего не работает А в каком-то регионе На весь миллиард денег Собранность населения Купили тысячу лифтов И решили не крыши А все лифты заменить Значит, и эти лифты У кого-то на складе лежат Уже целый год Значит, и ничего с ними не происходит И там более эффективный УПЭП занимается Значит, по запросу очередного депутата Значит, а у вас-то, смотрите Реальные ремонты идут И вас еще за это уволили Они реально не понимают Но они отнеслись к этому вопросу Как бухгалтерская задача У них действительно 85% платежей У них действительно идеально собранные деньги Именно потому, что они собраны Они используются Мы остановили индексацию платы Которая была в пламя заложена Очередные 9% в следующем году Мы сейчас отормознули Больше этого не будет Сейчас нет, но совсем не заговорили Ну да, мы хорошие Хорошо Мы настолько раимные, что верим этому Ну на самом деле это В общем-то даже не Нет такого решения Ну даже нет этого решения Это из норм гражданского кодекса Проистекает Я сам Это прекрасно Это прекрасно Все могут говорить А я вот Володе отвечу И Асе тоже Ведь для чего придуман фонд Что когда ты заплатишь И тебе сделают Закон о приватизации Уже работать не будет У тебя уже будет Отремонтированное жилье То есть таким образом Ну Российская Федерация Партия власти Освобождает себя От своей обязанности В силу закона Вот и все Спасибо Коллеги Ну вот к сожалению Должен признать Что вот есть люди у нас Которые Не любят Россию Не хотят здесь наверное жить Не верят ни во что вокруг Но верят сообщениям на фейсбуке Верят выступлению Сергея Анатольевича Который когда призывает Говорит я не плачу И вы не платите Потому что они верят Просто так Хотят проголосовать За губернатора За мэра Там еще Без разницы Нет не знаю Я просто говорю о том Что вот эти сообщениям на фейсбуке Голословное выступление Потом обернулся для Аси Что она Очередной раз Собравшись поездку Куда-нибудь За рубеж Не выйдет из страны Потому что ее судебный пристав Остановит Скажет Ась ты все-таки Должна полюбить Россию Иди заплачь Еще раз считаю Я думаю вас так много Еще раз поднимите Пожалуйста Раз Два Три Четыре Пять Шесть А вы платите втроем А Двадцати Одному Еще Три Двадцать Четыре Шесть Еще Еще Один Партия Родина Заплатить Двадцать Партия Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Сейчас я там Почитаю Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Марьяна Ты-то куда Двадцать Петя Ловыгин Вы куда Двадцать один Двадцать Двадцать три Двадцать четыре 25, 26, 27, 28, 29. Наверху все. Вы считаете, Павел Валентинович, 30, 31. Галина Владимировна выселим. Галина Владимировна выселим, нормально. 31, ой, вы посмотрите, у них какая-то, я считаю. 31, 32, 33, 34, 35, Олег, 35 и 26, правильно я? 60 на 100. Можно еще один вопрос, чтобы все проголосовать? Да. А кто реально будет платить? Кто реально будет платить? Петя, ты куда? Ты живешь в Португалии. Ты все время забываешь об этом. Он за нами платит. Кто будет реально платить? Кто будет реально платить вот этот капитальный, платежи за капитальный ремонт, да. Фонд. Кто будет платить фонд? Фонд. 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 Фонд.